здравствуйте друзья у нас с вами на экранах дмитрий может сказать что вы абориген майамский но так я уже третирую давно здесь живете 6 7 лет а раньше где были в москве земляки хорошо так давайте вот рассказ про по местности друзья мы едем по местности и вот вы видите местность и с рассказом ну значит вот это у нас холлендейл бич он значит городок до городок здесь очень как бы тоже много русской комьюнити достаточно большое а как как-то это количественно измеряется там 100 тысяч 50 тысяч там не могу вам сказать нет но русской речи много на улице вот этот как бы знание бить клад да вот я вот здесь напротив нас прямо здесь вот парк хороший то есть можно там пляж такой как сказать паблик здесь можно машину ставить основной как бы русской коменте она находится туда нужнее вот когда мы едем на сани вот там ну такое более пафосное место оно и более дорогое ну а вот если мы о дороговизне говорим было как о каких суммах идет речь суммах шум иметь рент или и рент и покупка вот сколько стоит купить квартиру сколько стоит допустим снять квартиру вот в этих домах вот мы едем но вот если например брать дома просто дома есть двух типов да есть типа вот есть вот такие старые дома которые постройки например 60-х годов так вот то что мы сейчас видно я думаю что в них район цен такой где-то в районе 300 тысяч то есть это будет где-то 300 за квартиру до 300 350 вот ну я наверное наверное это все таки что-то в районе 1 бы до одной спальни до двухкомнатная квартира ну света вы вряд ли купить его вместе на берегу сто семьдесят я вам говорю я вам рассказывают про плят про вот эту пробегу то есть а например если мы берем сани куда мы едем вот сейчас эти мы проезжаем голден бич это самое дорогое место вот эти вот дома которые вы здесь видите они ну там от семи наверное если не больше сейчас уже я даже не знаю когда-то в свое время да 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 здесь серьезные дворцы вот здесь вот здесь попроще с этой стороны но все равно все равно тоже дорого доши это канал там как бы лодки берутся из а вот эти дома они прям задней стороны выходят на океан да это прямо на океан слева на океан а справа на канал туда у нас не у нас нету частных пляжей нельзя да как бы частные пляжи но вот территория перед домом определенная она как бы твоя дальше уже там до кусок это уже как бы там может кто хочет ходить но у них как бы свои у них там стоят такие как вы можете погулять по берегу посмотреть как там с той стороны очень красиво хорошо мы начали про ценовой диапазон ну да значит соответственно если да вот я имею ввиду старые дома да это вот такие цены если мы берем новые дома как строится впереди да вот эти высотки все так вот то здесь уже знаешь такая ситуация вот например холиндейл бич 1 1 бедрумная квартира она будет стоить где-то в районе 400 450 этого в томе как мы живем до такого плана да вот а например в той части вот в сами а там уже будет тысяч на сто двести дороже вот это все а чем там лучше там на школы лучше там что что там почему он дороже там ну микроклимат какой можно просто нет ну там есть школа безусловно хотя холиндейли тоже есть школа и я не могу вам сказать мы например ходим в школу как это называется магнит скуда то есть мы играли по лотерее и наша школа лучше например чем саня да вот это бич сайт на то соли там у нас все отлично и слушайте а как они выдерживают вот не дай бог там тайфун какой-нибудь хоррикейн там держит построил бывший русский какой-то губернатор который украл очень много денег российские деньги да в россии он последствий как человек последствием она стоит да и он управляет он поставил себе правильный на пенсию вот эти дома они не очень это аж оушен какой-то там у нас а два ланты ушли я не помню что точно ну вот они такие не очень как сказать свежие они наверно конца начала двухтысячных начало двухтысячных наверное постройки ну даже что там 16 лет 15 до ну да в принципе но для такого дома это ничто ну справа это старенький а это да это 100 вот это кстати достаточно доступная здесь территории неплохая близко здесь очень много живет я забыл как ашане называется по моему лёшин здесь вот мило здесь вот аренды такие long term я не знаю можно взять тысячи ну за две в месяц квартиру сдавать вот но не очень не ну в первом доме есть только вот это кстати романда здесь очень многие живут тут именно живут это останавливаются там кстати наверху да наверху у них есть апартменты которые во владении в час да и они сдаются да то есть ну такой вот как вот он объединенный менеджмент а вот тут уже идет такая точечная застройка сейчас что в общем-то ну не знаю лично мне нет меня это не радует потому что вот посмотрите да поставили поршта у один из самых дорогих вот это вот круглые хрень да вот она но я не знаю наверно от 8 от 10 миллионов квартир артир даже без бог без бога нет балкончики есть со стороны океана очень дорогой и представляете то есть вот ее поставили и вроде бы она сначала была одинокая но только слева чтобы было а тот хоп и и здесь справа еще один и получается что они утром окна зажали зажали ее полностью понимаете так что очень интересно справа такие небоскребы стоят а слева а слева такие сыраюшки вот тут а слушать а вон там там тоже вот там тоже подальше если там тоже дома интересные да там на канале тоже есть но они не такие высокие на канале как-то не строят таких особо высоких а вот с точки зрения мой популярный у русских place это трамп 1 1 башня это час это гостиница с точки зрения движения людей здесь круглый круглый год как бы приезжие туристы и так далее или все-таки есть сезонность да нет круглый год конечно никакой сезонность у нас тут нет вообще то есть если человек например вложился там в квартирку но она ему круглый год там яички какие-то приносит вот это другой совсем так как раз менеджмента да кто кому-то приносит кому-то вообще не просто красивый вот это какой это это один из самых дорогих тоже здание аквалина вот она одной из самых дорогих и это как бы этот я вот точно не знаю это полностью отель или он тоже разделен что они что-то там резиден что-то здесь еще почему например очень русские любят останавливаться и и как бы когда снимают и когда живут здесь потому что вот напротив плазы да вот мы отборщик проехала и сейчас еще одна будет там как бы много русских магазинов тут и удобно да ты всегда можешь купить вот именно то что ты привык там колбасу вот эту нашу сюда а вот с точки зрения но не за как в какой пропорции вот люди которые просто здесь живут и люди которые приезжают там я я понимаю что майами место популярное там в россии украине у кого денежка есть вот как бы сильно сильно много вот тех кто так просто приезжают потусить из россии украины потусить ну может быть семьи свои держат любезно да да в основном вот очень много таких людей которые приезжают рожать это вот самый большой бизнес не зародил и что и дальше здесь жена осталась детям потому что где-то бабки зарабатывают то есть жены здесь родильный бизнес мне очень нравится чисто внешне она все такое симпатичная и конечно здесь я просто не понимаю вы по какому поводу этим интересует просто так любопытный потому что если например вы думаете об инвестициях взять там что-то купить сдавать да например расскажите что его это вот то безусловно лучше покупать на берегу потому что это более ликвидно то есть у вас ну как сказать то есть люди приезжают если они приезжают на короткий срок то они хотят жить на берегу и не хотят ходить с одной стороны с другой стороны насколько окупается скажем если купить него надо здесь так пять раз дороже сдается там в два раза дороже тот получается ты возвратный investment другой это все не знаю наверное легче сдавать на берегу да но но дальше дальше вопрос за какую цену да это взял за какую ждал но тут понимаете вопрос как что ты его взял если ты хороший момент поймал то цена же растет на недвижимость по чуть-чуть она не сильно то есть и так или иначе деньги свои отобьешь может быть даже что-то заработает когда если ты будешь и продавать здесь такой момент она же не него она же не упадет в цене ну если только ничего не смотри царица рецессия допустим ну тогда уже все как я не знаю как это я например как бы мне ну как повезло то есть я сюда приехал когда был вот этот вот спад на недвижимости я соответственно да я вы вовремя взял хотя я кстати опоздал если бы еще бы на годок бы раньше но уверен так 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 точно же никто не мне не может планировать ну да естественно если я здесь жил хотя бы в америке я бы уже там как-то мог что-то там нас тогда и документов не было ну то есть это не так все просто нет конечно вот мне вот все равно я что я повезло в том плане что я взял я даже ну как бы я заработал на квартире в итоге вот сейчас мы наверно туда дальше уже не будем ехать а или давайте проедем новый как москвичка бы привыкли жить в кого в квартире вы не привыкли жить в доме вот я сейчас то есть мы купили мы приехали мы купили квартиру 1 бедрумную да вот потому что потому что на самом деле очень дорогой налог на недвижимость конец какой процент дороже чем у вас точно я знаю у вас по-моему один процент 1 1 1 1 2 а здесь что-то около 2 до за счет около 2 1 из 7 1 и ну так цены же как вот вот по-моему вот это майами дейт каунте она самая дорогая но 189 я точно не знаю там по-моему холин дел 1 из 7 но в общем короче не дешево в этих домах там кроме самой квартиры там есть чуть бассейн там спортзал ну что-то да конечно то есть по современному мы можем мы можем зайти как к нам домой в дом да вот башка ну давайте наверно потом мы зайдем на когда уже вы плани планируете давайте то вы наверно сейчас поедем тогда посмотрим вот комьюнити где отлично то есть вы теперь решили из квартиры перебраться уже в дом до этого кстати первая башня трампа она была самая ранее построена я не в ней никогда не знаю что я был много раз там у меня много там всяких знакомых друзей вот а третья башня у него здесь три а третья башня по холливуд находится мы сейчас ту сторону чуть проедем и я вам еще расскажу про холливуд значит вот смотрите то есть получается что чем южней так тем дороже самая дорогая недвижимость это это как бы майами бич саус майами бич так это самая дорогая недвижимость там там мало чего нового там практически нет высотных домов там к такие старые все дома и туда люди там в основном туристы конечно живут в основном вот приезжают потусоваться там какие-то ночные клубы знаете а вот скажем форт лаудердейл это уже как бы этот все туда потом дальше идет вот то есть как бы цена начинает падать ну например хорошо здесь цена по подороже потом холиндейл подешевле и холливуд наверное самый дешевый холливуд это еще северней до туда ближе к форт лаудердейл форт лаудердейл там уже меняется там уже не такое большое комьюнити там больше как бы американцев старых таких знаете приезжают но это как бы спорить больше такое рабочее место да то есть там много работы там как-то это не не курорт или как да нет порт лауда там там есть такая улочка знаете брод волк туда все туристы там но там много частных домов да и как бы там цена на недвижимость она выше потому что там да там нету таких зданий практически там такие то снова single house я понял то есть там цена выше просто потому что другого типа недвижимость и потом уже после после форт лаудердейл там уже бока ратон туда дальше до бока ратон там наверное еще дороже мы там завтра будем да да наверное еще дороже потому что там ну не могу вам сказать ну по это не суть портал я я знаю я сколько который я смотрел дома они были дорогие возможно что там можно есть это не 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 секретно вот чем вы занимаетесь тут но я в основном интернет торговлю занимаюсь но я не хотел вот а сейчас я вот к вам на курсы же идут хочу да хочу что-то мне хочется где-то в коллективе поработать и надо нас прохлечить кондиционер так еще раз да да и я что-то решил в это айтипой пойти в это найти пойти войти так это у вас одна только катюша или еще есть детки не до катя мы живем он супруга она она сожалению сегодня нара на работе не смогла с нами присутствовать нас у нее свой как бы спа-салон вот мы ну я помогал я открыть она когда она как бы сейчас занимается этим делом и соответственно когда своим занимаешься тут уже получается что нету выходных да да здесь очень сложно разделение да такое конечно вот бабушка у нас сейчас тоже в гостях но она тоже там ушла по делам вот а так мы втроем да вот живем вот семьей мы вчера были в офисе у есть такой адвокат гэри грант не знаю но не суть но он есть он есть и мы у него были в офисе но у них уже парень взрослый и они женой вместе работают и он говорит что там какой-то человек и могут очагать на ночь свет не выключаете вот я бы шел по улице видел вас там девять часов вечера свет горит могут так мы работ не то что ушли а свет оставили ноги так затягивается конечно когда в своем бизнесе я вообще не знаю у меня когда-то есть время не рабочие ну то есть я практически все что делаю я так или иначе связано ну конечно и или ты или ты в любой момент тебе позвонили логу соли пла плаза здесь очень от калинка видите там потом вот из ресторан матрешка вы вчера были в ресторане старый самовар я не был я не любитель этих русских развлечений а там ничего такого не был просто покушать покушать ну да да у нас вот там где вы живете кстати да там же вот вот это плаза где вот павлик стандарт как вы пойдете к павлик это какой написано типа бар ночной там или что и ночной клуб до дома там просто вечером иногда проходят мероприятия какие-то концерты но в целом это как бы ресторан там даже более того можете например днем прийти там бизнес а нет такого чтобы тормоз окна били подрались где-то и вот в этой или нет нет ну смысле вот наши соотечественники там отдыхают как то нет нет ну как все возможно наверно я не видел я не видел но наверно к они конечно же какие-то эксцессы бывают ну да я не видел я так вот это не обязательно это так не вообще вот это или она здесь очень как знаете вот это когда залезаешь есть такое криминал репорт конечно и там на карте разными цветами отмечена вот это вот преступность соответственно вот это green place да то есть это в зеленом чистенько да вот например там где мы купили дом там уже как бы не совсем green там уже того что там многое во первых black people вот и там конечно причем они именно дома старые такие но подождите но там где люди покупают дома там обычно уже независимо от того как эти этнической принадлежности там уже люди с достатком они себя прилично ведут нет ну вот именно это комьюнити там да но я имею ввиду вот вокруг за забором то что за заборами да там как бы там пока это все просто очень же многие здесь покупали недвижимость еще там 50-х годах и все это она осталась она там такое ветхая знаете это что у нас на экранчике здесь на маленьком это вперед показывает что что он куда он показывает 380 градусов а это показывает вперед что если это для чего сделано что если ты медленно выезжаешь откуда-то бывает знаете узкий да и ты выезжаешь чтобы тебе не задеть машину рассмотреть а вот она долго держится на машине тоже она переключается рамадах гостиницы а когда уже начинаешь по дороге я потом и переключается на карте да здесь вы осознательно как-то делать так мне не она вот переключается так же 2 точно так же переключается мы катюша можем показать а нам привет передаст катюш катюш на youtube привет кому привет передаем есть там кому привет передать может маме мама позволит ты в каком классе скажи катю четвертом то есть ты уже чувствуется по английски лучше говоришь чем по-русски да а с родителями как же ты по-русски все таки ты а читаешь книжки по-русски можешь чуть 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 но с подружками ты уже по-английски ну хорошо ладно давай по вашей ручкой всем скажи там до встречи хорошо 6 7 а где вы жили в москве расскажите да я где только там не жил найти в кузьминке сначала я родился в кузьминках потом мы переехали на бабушкинс большую часть такой сознательной жизни я провел в районе юго-западный понятно понятно мы чуть было не обменяли квартиру на юго-западный пункт но уже потом думаю нафиг уехали в америку вообще в свое время сейчас конечно там все одинаково везде но в свое время вы забыли считался такой такой а там действительно знаете когда даже я еще вот свое время там начинал жить я не помню какие-то когда были начало двухтысячных вот там там вот оставался там очень много таких было знаете не построен как не застроенных территорий да то есть прям такие луга какие-то и там пруд например сейчас там конечно уже все не то сейчас там тоже все по нас но мы жили в хорошо объемники прямо вот у речки тогда что будет ближайшие к реке поэтому там было тоже очень неплохо вот но в итоге мы решили мы думали поменять школу ребенку и там вот есть была английская спецшкола где училась . горбачёв и мы по жуткому блату там за нас договорились что мы туда по и перейдем в ту школу но надо было тогда уже жилье меня и вот мы меняли меняли потом думаем что-то не то время неправильно надо ехать и так и не стали менять и уехали а вот например вот мы заехали в холенделл обратно вот эти вот дома достаточно недорогие вот вот эти но недорогие то что ну недорогие это в районе там я думаю что одна в некоторых наверное я точно тоже не могу прям вот по всем домам сказать в некоторых вполне реально что-то не ты за 200 купить даже я думаю но это будет просторно или что совсем муси-пуси какой ну нет это будет 1 бедрумная то есть вот например 2 комнатной квартиры вот я знаю вот этот дом которого так стоят а паров продолговатый да 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 вот там очень много живут наших сотен но он честно сказать немножко на барак похож да да и вот здесь вот все вот эти вот люди там балкон идет снаружи да подойди поисков нет вот снаружи идет балкон вдоль всего дома правильно да вот ты можешь идти мимо всех чужих окон поэтому балкону но это как дешевые апартменты вот это вот здесь я думаю что очень дешево да конечно конечно потолки во многих помещениях низких только вот в новых потолки нормальный но эти эти красавцы это по здесь живете до бичкла а если здесь например там скажем покупать квартиру вот сегодня сколько стоит там квартира такая ну вот я вам расскажу где-то однако 1 бедрумная будет стоит в районе 400 450 это будет это будет вам каузен санфинска ну то где-то 100 с небольшим квадратов на вот это кстати мы заехали вот холливуд ведь это же городок так друзья не только тот холливуд что у нас в калифорнии которые все знают а ведь еще холливуд который может быть не все знают но он тоже есть так вот здесь вот этот дипломат хотел он как бы тоже такой известный вот этот до суда очень многие кайп на принятие компании привозят здесь устраивают это конференса это облезло и слушать вообще очень много станет не ремонтируется и как-то вот я не знаю такое ощущение то ли плесенью их то ли ободрал ветром я не знаю ну вы знаете просто это да здесь такая ситуация что вес и ветер идет с моря и он такой соленый с океана соленый и что-то происходит со штукатуркой она начинает обсыпаться вот видимо когда это строили тогда не было технологий чтобы от этого сберечься вот сейчас например вот нам положили новую эту штукатурку и она дед ну как бы это уже новые технологии она говорят что все она типа будет там вечно вечно да ничего нет он на самом деле очень приличный очень дорогой вот это отельное здание здесь вот они построили вот то что сейчас ремонтируется это они давно-давно построили казино и они все его мечтают открытие им никто не дает почему не зима стоит мне нет говорит я не знаю я не видел говорят что там все все готово прям вот можно просто как только им дадут зеленоследование открывает и все а здесь есть казино разрешается здесь мы разрешаются но они не могут получить уже потому что уже перебор с ними я вот так не помню что хоть одну казино видели вот это вот александр того и башни когда приехали можно как вы ободренные все три здания сны все это тоже под ремонтом да сейчас находится например вот следующее здание wave wave вот здесь вот у нас спасал вот мама работает в этом здании народ есть так вот она нас отремонтирована ведь клиентура и нормально все на спа этим надо заниматься ну вот сейчас у него нету это не так просто а спа это что массаж что там еще косметические работы нет массаж мне нету это в основном это если знаете да если здесь еще это все фейс процедуры скинки еще ойлаж extension до реснички реснички удлиняют сюда вот видите здесь уже вот все проще и проще такие дома да я честно скажу я не знаю сколько вот здесь стоимость и друзья американские хрущевки но хрущевки были пятиэтажные здесь все-таки конечно и по 9 и побольше да ну и более того даже если берешь бедра ван бедрум ты все равно получаешь две комнаты конечно же что выжал учитывает по сути двухкомнатная квартира вот у нас то что мы купили да здесь у нас у нас ван бедрум то есть это две комнаты и пласт дэн дальше у нас еще дэн есть по сути у нас трехкомнатная квартира но конечно дэн он так но без двери какой просто открытая такая закона дверь то есть так как нет нет у нас дверью да то есть это как полноценная отдельная комната но без окна но без окна типа тещина комната а вот тут видите здесь лодочки там уже снимаю на самом деле мы же почти у воды вот справа да да прям справа идет океан конечно мы еще не сходили на океан сейчас конечно там холодно купаться у нас я помню значит в кб где я работал там путевки были во львов знаете но это еще при коммунистах ну и там ребят какие-то инженеры значит набрали этих взяли путевки и поехали во львов и потом мы значит ну скажу как там львов вот что год львов вообще-то вся архитектура там дальше выяснилось что все это время что они там были там три дня или четыре они все это время были пьяные в отеле и выходили на балкон и то что они с балкона видели то вот они и видели но видимо это где-то в хорошем месте была гостиница им очень понравилось то что они видели из окна вот так что света мы с тобой вот так на океан приехали там на океане вот как бы пешеходная дорожка и там вот и дальше вот дальше если пойти вы можете там там есть бродвол доляки а это вот мы просто сейчас мы не поедем уж там вот там как бы надо пока вас там ничего смотреть от суда там просто надо парковаться идти гулять вот мы можем от нашего вот места к нашим пешком туда дайте ну в принципе да это не очень близко но учитывая погода в принципе плохая да можно прогуляться так а теперь мы куда-то свернули на континент это мы свернули вот это холливуд то есть параллельно холландейл до бульвара это вот этот холливуд бульвар здесь видите тоже это вот еще старые домики старыми кидают хотя их уже некоторые вот смотрите некоторые переделал глаза и уже начинают фара пора да ну по крайней мере здесь еще более-менее вот этот лот земли как бы более-менее большой ведь спереди и сзади там чудо ваш на при этом где я покупаю там уже сейчас хотя тут нельзя хотя земли тут совсем немного и есть тут да нет что-то но я не цветут тут и четырех может не быть для мне так кажется мы сейчас а мы сейчас подъедем а мы сейчас посмотрим если я вам сейчас покажу какой здесь вот здесь есть один не правда я его рассматривал в целях приобретения но потом когда все сложил посчитал скажите такой вещи дмитрий вот почему люди живут вот вы живете себе в хорошем месте прямо у водички и все у вас там классно это и вдруг вам вы городской житель вы москвич вот я как москвич помню долго отрицал саму идею что мы хотим жить в доме потому что она боже какая-то крыша на нее там надо залезать какая-то отдельная отопительная система на ли мне это надо знаете я нахожусь сейчас в шоке небольшом от этого то есть у меня вот все эти сомнения сейчас они во мне роются скажите жить в квартире не то что потому что у вас все четыре стены и все мы тут когда пожили несколько лет но не помню немного но там 45 поехали в монреаль навестить подружку нашу я думаю боже монреаль если бы туда приехали прямо из москвы мы бы сказали вот город коммунистического завтра вот лот земли который просто земли кусок земли тут шесть соток не меньше 6 тут больше 6 значит вот этот лот я узнал я узнавал для покупки так он будет стоить что-то в районе по-моему 350 400 тысяч просто вот знаете ну считайте еще 150 200 ну да у нас было столько же стоит дом у нас было стоил полтора миллиона и по строительству считайте 3000 долларов на квадратный метр вот так вот и не ну вынесут да нет здесь тоже есть такие лоты по полтора миллиона вот здесь может быть тут соток 8 мишени ну может быть да я согласен только же с пальмами света поймает они как раз не плюс не плюс ну вот симпатичный если что улица же большая шумная первых это улица большая во-вторых это не комьюнити то есть это неохраняемая территория а вы хотите а мы мы хотим потому что во первых платить и каждый месяц но комьюнити а во вторых они вас очень сильно лимитируют вещание комьюнити решает когда он уже покрасит дом когда он просто переложить то что они след за порядком горбачка кен не забрали они вас едет там гора три дня и говорят заберите срочно началась травку не постриг вовремя но смотрите нет смотрите возможно везде по-разному я опять же я же как бы сейчас еще не жил я не разводится сложно с вами спорить но не просто вы обмениваем за нос но с другой стороны смотрите по стрижению пост как бы травка у нас входит фи мы не стрижем сам он это удобно это удобно дальше полив у нас тоже общий это очень хорошо у нас вот эти спринкл стоят и они поливаются это хорошо но мы к но это в момент он сходит выйдет он не может платить личную и лично за воду которые общественно да это это входит все в maintenance maintenance у нас в месяц сшит в районе 200 долларов бассейн там какой-то бассейн да у нас совсем недорогой лоб хаус джим у нас большие ты не школа на право да понял понял хорошая школа тебе нравится но это хорошо где так там не обижают вообще катюш а нет такого чтобы дети в школе там друг друга обижали когда-то но побить могут или там за косу дернуть нет нет а как могут обидеть типа что козелка или что чтобы нет таких я поэтому спрос я хочу понять какие грубые слова понял но администрация вот там учителя они добрые когда-то а сколько человек в школе во все это а 24 24 чека в классе хорошо конечно а это школа элементы ребята но но это элементы миду до high school 8 до 8 а вот допустим выиграли вот эту проблему этому пока еще не просветная у них есть время пусть думают мнение это мы как раз у них чартерная школа но это мы наоборот переезжаем ближе сейчас к нашей школе даже чем мы сейчас же а это вот вы что за место такое это вот downtown hollywood здесь ну вот здесь такие офисы в основном мы просто если вы ехали по соседней улице там больше ресторанов они такие открытые там есть кафе здесь не за трапезно но я бы дал бюджетник так очень бюджетник здесь очень старые дома это реальный downtown найти такой прям вот 30-х годов вот это сюда вообще это можно как здесь я не знаю как объектах и архитектуры знаете такой истористой да да исторический так против человека пойти знаете как-то не захочешь от гулять вот тут как бы нигде прогуляться сюда вот приезжать покушать променад вот это не то место это это не для променада а вот эта улица уже поживей нет это здесь ничего нет а здесь это просто проезжая часть это здесь вот у нас ходит трейн который идет вот а как вообще как вообще вот преступность еще криминальная ситуация вот здесь люди не боятся гулять вечером или там как-то или есть места просто куда лучше не ходить ну не ну наверное да наверное есть какие-то места которые лучше не не ходить но в целом вы как бы не но вот здесь более-менее нормально более-менее хотя а москва нынешняя там скажем или так то которое вы помните там тоже есть места где лучше не ходить или как в москве наверно наверно да вот эти сейчас кузьминки там всякие а чего ждановской как раньше что нас было до метро такого года там обычно говорили как вот там общежития стоят вот там опасно там они пьяные бывают и хулиганят там где общежитие я знаете у меня там например жил кузьминки там начальную школу доходил я потом слышал что очень много моих друзей но они как бы не дожили сегодняшний но это знаете что может быть связано больше с со временем вот скажем советское время все доживали более-менее то есть но но я имею ввиду что они в молодости как бы там пострадали пострадали да я я уж не знаю то есть ну кого-то там убили кто-то там может спился у меня зрители знаете на канале разные из разных мест и на раз такое прямо напишут жить не хочешь вот так он тип там школе учился там уже в живых никого от класса не осталось я говорю так а что же с ними это что что могу случиться прямо вроде войны нет ничего такого я говорю что же такое целый класс описывает так это прям как вот калифорнийский пейзаж такой до местами да да похоже похоже ну да это вот здесь вот такое все вот это старое и конечно вот здесь мне например вообще бы не захотелось никую дом иметь друзья если вы захотите снимать трущобы покажите трущобы а где я вам возьму я ему рожу трущобы вот пожалуйста в калифорнии такие места но такие есть вот такие дома ну потому что земля очень дорогая то есть дом сам по себе он только его снести еще 20 будет стоить но сам по себе участок вот такой в таком месте как у вас тут это стоило бы там ну может быть если так место подешевле но может быть миллион быстро нет но здесь здесь конечно там просто заработки другие там кремниевая долина там люди ну вот не договорили по поводу вот этого комьюнити то что дарапай то есть то есть смотрите вот у нас это полив по гроз входит потом что еще значит мусор мусор но мусорка что значит вы говорите вот они вам позвонят я же не сам этот мусор убираю у меня уборка мусора это процесс механизированный вы должны выкатить корзину повернуть определенным образом подъезжает машина ее берет прям по себе закидывая убрать вы не можете хранить она не может стоять ну а вы оставите на вы оставите на проезжую часть еще то есть на краю проезжать и они тут же пишут о них есть патруль который проезжает и они берут портится внешний вид убрать срочно корзину вот это я не знал я пока он с этим не имел дело не там идет борьба за внешний вид но это правда потому что люди хотят чтобы видео нормально мы друзья договорились тут до ассоциации то есть это когда ты живешь в каком-то таком но в квартире или в доме который в ассоциации то там есть деньги на поддержание всего в порядке туда входит это страховка бассейн обслуживания там под подстричь травку вывоз мусора освещение освещение коридора по территории там и так далее и так далее вот мы пожаловались можно сказать что у нас там есть квартира и мы с ним платим 420 долларов вот на что нам дмитрий говорит что не так много по сравнению с теми квартирами которые здесь здесь таких нету мэйтенсов вообще как квартира то есть даже если вы например купите в старом билдинге да и там например сам по себе мэйтенс может быть дешевле за счет того что мне тут жима нету ну может быть есть бассейн но он как бы маленьком вот но и и и сам мэйтенс например может стоить там например 500 600 долларов да ну пример но так как это старое старое здание там есть всякие ассменты которые дают еще плюс столько же до ассмент это когда значит начальство решает что нужно там на какие-то специальные расходы дополнительные денег с каждой квартиры по 100 долларов да то есть надо починить например лифт не работает это все скидываются надо починить бассейн там например не хватает тех денег что они платят не хватает да и нужно дополнительно потому что то что вы платите мэйтенс это это как бы тратится на текущие расходы иногда в мэйтенс включает часть фонда который вы откладываете нам так и должно быть на будущее да но там надо капремонт капремонт да да там всегда есть какой-то процент не знаю может быть процентов 5 от этого в общем мэйтенса идет фан давайте так вот до квартиры где вы сейчас живете вот то что мы видели там сколько надо платить месяц да вот beach club однако одна бедрумная квартира будет стоить что-то в районе 900 долларов я думаю просто вот это вот фи фи да это вот каждый месяц нужно за свою квартиру а если платить 222 бедрома еще больше значит если да если то чем будет это все зависит сколько количество square feet и от этого считается да то есть в двухбедромная соответственно будет где-то 1200 1300 месяц тоже да соответственно хорошие квартиры вот такие трех трехбедромные большие да они платят где-то попал по полторы тысячи пятьсот тысяч сушен это приличные деньги то есть грубо говоря так если вы захотели сдать свою квартиру да вот вы куда-то переехали свои квартиры решили сдать то вы должны тысячу месяц отдать независимый не вот есть жилец нет жильца вы все равно свою тысячу платить и конечно то есть это то есть получается что вы покупает в америке очень невыгодно просто купить квартиру и и ты пускай на стоит это не невыгодно потому что значит то есть либо ты должен жить там сам то есть и для себя покупаешь там живешь либо ты должен ее сдавать чтобы она отбивалась хотя бы как-то вот еще налог на собственность да да потому что получается что значит вот смотрите что квартира ну давайте вот возьмем например на примере нашей квартиры да то есть вот например стоит она ну пускай по максимуму берем там четыреста пятьдесят да вот вы купили четыреста тысяч квартиру и значит каждый месяц какие у вас расходы на нее каждый месяц вы платите 900 долларов фи это за обслуживание жкх короче так сказать вот значит дальше вы платите что входит жкх жкх как бы все входит туда входит валет сервис да это у вас машина забирают да ладно что когда берешь машину сдаешь машину по доллару даешь ну я даю ну кто-то не дает я даю потому что чтобы они мне там получше поставили вот потом значит входит ну да уборка там всех всех вот этих вот помещений вокруг у нас там бассейна наш там шикарный джим ну короче много туда чем входит из из тех вот расходов что ты производил как бы что ты в своей квартире да то есть сейчас вода вот эта вода туда входит ты за всех билдингах высотных ты не платишь за воду а электричество а вот электричество ты платишь поэтому поэтому мы пришли к следующему пункту 900 плюс электричество на такую квартиру здесь учитывая что кондиционер работает каждый день практически что выходит это выходит минимум 100 долларов выходит верить или что дальше уже вот тысячи дать так значит а еще плюс кстати хороший что в мэйнтонс входит интернет и кабельные тему удобно да то есть вот это мы отдельно не платим это уже это как бы уже оплачено хорошо и на 450 тысяч налог на собственность да это получается если у тебя холмстед есть тот мы с холмдус с этом живем то это у нас где-то выходит это 500 долларов в месяц объясните про холмстед что такое значит холмстед это когда у тебя жилье которое ты в котором ты живешь который ты не используешь как под сдачу например ты имеешь право получить скидку эта скидка не очень большая на где-то в районе десяти процентов от налогов за то что это реально реально твоя резиденция за то что это твой резиденция то есть тебе дают такую скидочку вот если ты эту квартиру будешь сдавать ты не сможешь получить эту скидку я понял то есть получается что уже полторы тысячи мы насчитали с налогом на собственность вот получается да тыс он грубо так вот полторы тысячи себестое курс какая специальная такая квартиры если не сдавать если и сдавать это будет что где-то значит много на не заработаешь то есть если раздается почем пока значит смотрите если ее сдавать наш наш обторнение ну просто сдали на год а если на год то 2300 2 300 ну вы тогда не отвечаете не за там собственно вы все равно платить там скажем не надо менять постельное белье не надо этом убирать ничего то есть 2 300 вы реально можете себе забрать минус 1500 получается там скажем 800 долларов и с учетом того что 4000 значит 430 тысяч вы все-таки за нее заплатили если даже вы заплатили нет ни нам не наличкой а взяли в моргидж то может оказаться что вы еще и в минусе а ну да а если а если наличкой вы дали 450 тысяч и зарабатываете 10 тысяч просто смешно нет это это реально смешно то есть это тут надо смотреть поэтому смотрите в нашем билдинге вот конкретно в нашем сдача не очень выгодно так но вот соседние вот у нас там три башни так вот там есть вот эти наши две по бокам первая и третья башни они не как сказать в чем они не сдаются на шортер нельзя ассоциейшн запрещает то есть минимум полгода на airbnb где-нибудь нельзя вот а вот средняя башня 2 да вот там сдаются там можно хоть на неделю сдать куда на три дня это можно выше цену брать и соответственно вот все на этом живут понимаете то есть короткие сроки намного дороже стоит если ты хочешь вот вы насколько приехали на 10 дней на 10 дней вот вот например бы если мы мы платим и за расчетом ведь на что получается вроде бы там типа 100 долларов в день но с разными наценками которые идут от airbnb оттуда отсюда это получается типа 150 но это эти 150 не попадут в руки тому чья квартира то есть то есть тот кто чья квартира он через airbnb получается насти до 100 долларов 100 долларов в день да так мы куда-то приехали да вот это новое вот это комьюнити мы сейчас выйдем на улицу до поснимаем мы сейчас значит я вот тут хотел у вас спросить вот это свои где-то офис продаж но нам там с ними особо говорить не о чем да вот мы можем зайти кофе там налить бесплатно но мы можем заплатить я но если конечно угощаю не зачем я шучу я уже им столько заплатил пошли на улицу